А теперь о мирном Каспии. За 45 лет число морских обитателей на планете Земля снизилось вдвое, говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы. Тунца из Кумбрии в Мировом океане на 74% меньше, чем было полвека назад. И причиной всему аппетиты человека и загрязнения океана нефтепродуктов. А какие проблемы существуют у нас в Каспийском море, расскажет наш корреспондент. В зарубежных документальных фильмах обычно показывают тюлени, обитающих в северных морях. Но тюлени комфортно себя чувствуют и на Каспии. Это их исторический ареал обитания. Иногда они доплывают аж до Волкограда. Особо наблюдательные астраханцы периодически замечают тюлени в городской черте. Они путешествуют. Данные Всемирного фонда дикой природы о количестве морских жителей в некоторых случаях точно проецируются с обитателями Каспийского моря. В начале прошлого века количество тюлени составляло около 1 миллиона 200 тысяч голов. В середине века около 600 тысяч. Сейчас примерно 300 тысяч. Ну я вот регулярно, ежегодно бываю на льдах Северного Каспия. Если раньше тюлени было очень много в разгар зимы, то сейчас для того, чтобы увидеть тюлени, нужно достаточно долго полетать. Учет мы не производим, но впечатление такое, что их значительно меньше. Действительно, 300 тысяч – очень примерные цифры. Ведь для того, чтобы знать точно, необходим мониторинг. Для выполнения мониторинга необходимы средства. Необходимы не только денежные средства, достаточно большие, но и технические средства, специальные. Раньше учет проводился регулярно. Причин снижения популяции тюлени на Каспии несколько. Загрязнение моря приводит к увеличению бесплодных яловитых самок. Теплые зимы и, как следствие, тонкий лед. А ведь и новорожденным где-то нужно появляться на свет. А небольшие острова очень загрязнены. Килька, которой питается тюлень, нещадно уничтожается промыслом. В течение длительного времени вели добычу молодей, новорожденных тюленей. Ну, якобы их шкурки высоко ценятся. Из них изготавливают шубы женские. К счастью для тюленей, в нашем регионе этот промысел сейчас не востребован. Затраты огромные. Надо закупать специальные суда, способные заходить в лед, а это очень дорого. Зато за осетром и белугой выстраивается настоящая очередь из браконьеров. Белуга, осетр и вот эти вот виды биологические, они на стадии вымирания, я бы сказал. Потому что браконьеры – это люди, которые ради наживы, даже если они будут знать, что остался последний осетр и последний белуга, они все равно его поймают и продадут. Если тенденция продолжится, то осетровых и частяковых наши дети смогут увидеть только на картинках. Отсутствие мониторинга за популяцией тюленей на Каспии рано или поздно придет к тому, что они, по сложившему стереотипу, будут водиться далеко в северных морях.